Да, на самом деле наш совместный доклад посвящен славянам, которые проживают на территории Западной Венгрии. Сейчас на презентации это будет видно. И мы расскажем о двух группах. Это прежде всего славянцы, проживающие в Парабье, и границанские хорваты. Я буду говорить о славянцах и расскажу, где они проживают и чем характеризуются. Расскажу также об их языковой ситуации. Дело в том, что... Можно дальше показать. Там карта. Есть Парабье или по-венгерски Раба-Видейк, то есть край по реке Раба. Находится на западе у границы со Словенией. И вот это очень небольшой край. Состоит из 14 деревень в Вашмеде, в Железной область, Железная Жупания, как ее называют. И там распространено парабское наречие, которое принадлежит к гореческому, поднаречию, прикмурского наречия Панонской группы славянского языка, если быть точным. И делится внутри на два говора. Говор Штефановцы, опатыштванфалва, и горынисеник, фельдшусельнек. Парабцев насчитывается около трех тысяч человек. Те, кто декларирует свою идентичность как парабские славянцы, говорит по-славянски, а именно по-парабски, потому что это, даже можно сказать, отдельный язык, около двух тысяч. Парабцев венгры называют «тоуток», «тоут» — это название, которым венгры обозначают славян, словенцев, хорватов, проживающих в Словонии и словаков. И также называют «вендек», здесь можно провести параллели с немецким «виндиш», что дало право, и что, в общем-то, послужило тем, чтобы постулировать отдельную парабскую идентичность, которая особенно была популярна в межвоенное время и в период Второй мировой войны. Сейчас славянцев называют «словейн» или «словейник», славянцы называют венгров «воугри». Ну вот можно, если пойти дальше, сказать, что для парабского наречия, так же, как и для соседнего Прикмурского, характерно большое количество унгаризмов, которые затрагивают все сферы жизни. Это, например, «Алломаш» — станция, остановка, «Алдовати» — жертвовать, «Бетек» — болезнь, «Бетекшейк», «Битанга», «Вонат», «Кочияш», «Кучер», «Гингав», «Биро», «Судья», «Роваш», «Хасновати» и так далее. И эти унгаризмы характерны не только для панонского наречия, но и также присутствуют во всех славянских языках, окружающих венгерский, от закарпатских диалектов русинского языка, в словацком и даже в румынских говорах Трансильвании. И, как правило, если чуть назад вернуться, вот этот отрывок, здесь мы можем видеть, как во время разговоров с собеседниками, с носителями парабского наречия реализуется вот это комментирование, и собеседники обращают внимание на заимствования из венгерского языка, которые потенциально могут быть непонятны собеседнику. Здесь вот в первом примере комментируется Езер, венгерское Эзер, славянское Тисоч, и во втором отрывке слово Бетлахемеш, то есть тот, кто несет Бетлахем, Вифлеем на рождественские праздники, это слово информант считает нужным также прокомментировать. Можно пойти дальше. На следующих слайдах изображены надписи на надгробьях. Чем они интересны? Во-первых, тем, что в Парабье до сих пор используется парабское наречие на этих надгробьях, причем записанное венгерской графикой. Но вот первый слайд, он не так интересен, потому что здесь оно, в общем-то, все по-венгерски. А второй уже более интересен, тюпо, чиво, лабритсматяж и гребенармария. И мы можем видеть, что годы смерти 68-й и 75-й, то есть уже в послевоенный период, когда, собственно, в Прикмурье закончилась эпоха использования вот этого прикмурского языка, в Парабье он все еще продолжал использоваться. Здесь можно следующий слайд. Ну вот здесь также внизу эпитафия «Как си добро» и, интересно, «Лазар Йожеф, не Лазар Йожеф». Здесь славянские имена и фамилии по венгерской модели образуются «Лазар Йожеф, не жена Лазара Йожефа». То есть для женщин, женщины теряют свое имя, и вот этот показатель «Ней» присоединяется к имени мужа. Идем дальше. Здесь более пространные эпитафии. «Эти почиво наш люблиний отча», «Шкрапер Йожеф», «Най почиво и вумерибу жими». И дальше можно идти. Здесь уже более новые памятники, вот 2008-1994 год. Мы видим, что постепенно проникает влияние славянской графики, современной, вот Сауза наша, вот Агроб, Руссила. И здесь на венгерском, в общем-то, вот тоже славянская фамилия Бейдич. И дальше здесь двуязычие мы можем видеть. «Урам Иргаума Знекик, ясом живление и не устояние». А что касается лингвистического ландшафта на этой территории, можно обратить внимание, что обычно не дублируются надписи, официальные надписи, указатели остаются одноязычными. А вот левая картинка, где изображен магазин, «Вегешбольд», написана даже на трех языках по-венгерски. И дальше «баута», если видно, и «тргувина». Тргувина стандартная славянская, «баута» от «больд» венгерского по-арабское наречие. Скажу еще пару слов про лексику традиционной венгерской культуры. Конечно, помимо лексики сельскохозяйственной, в лексике традиционной культуры много венгерских заимствований. Одно из таких – это «майшфа», которые, собственно, так и используются информантами. Дерево, которое устанавливают на 1 мая. Ну да, в основном накануне 1 мая. И дальше это разного рода обрядовая выпечка. Вот перец, обрядовый хлеб, которым можно печь на свадьбу. Дальше это «цинтур», обозначение для кладбища, «цинтерем», хотя слово изначально из латыни, но сюда проникло в венгерской огласовке. «Рейташ» и «рейташ» – тоже слоеный пирог, венгерский «рейт» – слой. Используется для обходов на праздник всех святых. Шаркань – мифологический персонаж, летающий змей, даракон – тоже довольно часто используется. Ну вот здесь, не знаю, насколько показательно использование венгерских заимствований и переключение кода в таком довольно длинном нарративе. Нарратив о свадьбе. И мы видим, как информант использует то, что выделено красным, венгерские слова вместо «младоженец» по «младоженька» велигень по «меня сонь лакодалом» – свадьба. «Гостюване» по арабское слово. И, наверное, да, здесь тоже продолжение этого самого отрывка. И дальше я передаю слово. Теперь, что касается радичанских хорватов, которые живут венгерии, сейчас я тоже кратко о них скажу. И, собственно говоря, мы затеяли свою совместную деятельность для того, поскольку назрела, собственно, необходимость сравнить функционерные различных, во-первых, славянских языков, которые находятся на территории Венгрии, во-вторых, сравнить субститивы ангаризма, которые в них проникают, поскольку, как я сейчас покажу, в разных славянских англавах совершенно разные языковые ситуации, в смысле, языковая ситуация похожа, а статус этих ангаризмов немножечко отличается. Поэтому вот если мы посмотрим, это карта Венгрии, она такая с гугл-карты, но, тем не менее, вот это градищанские хорваты, которые проживают на территории Венгрии, это англавное проживание, мы видим, что это вот-вот совсем запад, Вена и Братислава, вот этот вот треугольник, и значимым тоже в данном случае является тот факт, что Вена находится от этих сел достаточно далеко, то есть Вена в нарративах никак не фигурирует, и вообще контакты с австрийцами и даже с теми хорватами, которые после Трианолского раздела остались по ту сторону границы, оно было, особенно после того, как сменился режим, оно было абсолютно прекращено. Поэтому эта часть, собственно, Славян жила, с одной стороны, в изоляции от любого другого славянского этноса, с другой стороны, в изоляции от своих же собратьев по другую сторону границы, ну и вот, по сути, это такая узкая полоса деревень, которая тянется вдоль с севера на юг, вдоль австро-венгерской границы, которую иногда, сейчас я постараюсь показать, тоже не видно, но суть в том, что они иногда перемежаются, вот эти вот хорватские деревни периодически перемежаются венгерскими, и вот такой вот хорватско-венгерский континуум существует между городами, собственно говоря, Шопрон, Кёсик, Сомбадхей и к югу от Сомбадхея. Мы были с Анной Аркадьевной Плотниковой в данном случае в 2017 году только вот в этом верхнем кусте сел, сейчас я дальше постараюсь показать, между Шопроном и Кёсиком, при Секар-Пересне, вот хорватские, собственно, села, отмечены зеленым, и хорватский жидан, и также село Плайго, собственно, вот мы видим одно зеленое, потом идут два венгерских села Жира и Репцевиш, и потом дут три хорватских. Значит, теперь я лучше это прокручу, поскольку время... Прокручусь, Сергей. Теперь, что касается лингвистического ландшафта, вот Пересне Пресека, вот они все двуязычные надписи, тоже прокручиваем, виды, тараля-ля. Значит, всё, пока всё, всё. Значит, что я хочу сказать про, собственно, функционирование венгаризмов? Во-первых, это сравнительно небольшое количество заимствований из венгерского в узусе тех информантов, которые мы опрашиваем. Потому что понятно, что мы работали в рамках этой лингвистической экспедиции с информантами старшего поколения, которые двуязычные и, в общем, хорватским языком владеют активно, среднее поколение владеет им несколько меньше, младшее поколение владеет полностью пассивно, то есть на уровне понимания, но не на уровне активного использования. Но даже в узусе старшего поколения, в общем, унгаризмов не так много. Но при этом, при этом, в нём встречается довольно большое количество дискурсивных слов, то есть всякие частицы, то есть вот, например, у вас есть, видимо, уже вишка в жидане, да, вишка то знам, да, да, конечно, я знаю. Так, стоп, это не то. Вот, или, например, ну, так у нас было, ну, так у нас было, или, например, вот, союз, но противительный, пэдиг, пэдиг на интернете, пэдиг и в альбуме, то по-лгерски знам, то есть и варвань, по-хорватску нет, пэдиг мой матерный язык и хэрван. Хотя мой, значит, мой родной язык хорватский. Или вот инкап, веселье инкап в фашинг-кубе, свадьба была скорее на маслу. Достаточно большое количество слов венгерского происхождения появляется точно так же, как и в парабио, именно в рамках переключения кода. То есть тогда, когда информант не знает какое-то слово по-хорватски, и он тогда, путем мучительного припоминания, у него появляются только венгерские слова, но и путем различных дискурсионных стратегий в его речи это как-то появляется, ну, например, свидетель на свадьбе, тану, миас, тану, что это такое по-хорватски? Так, или вот, например, жених, первый ебел вёфень, вертанье носил, вот мы видим, тоже такой характерный признак, это повторение номинации, вертанье носил статило вёфень, сначала он повторяет по-хорватски, потом дублирует по-венгерски. Или вот, например, радуга, сиварван по-угерски, не знаю, какой это по-хорватски, то по-угерску знал, то я сиварван по-хорватску не знал. И, в общем, такого рода венгерские вкрапления в целом доминируют над, собственно, алгоритмами, которых по сравнению с общегородичанским количественным алгоритмом стало не так много. Но сопоставление именно этих традиций, в общем, составляет, как нам кажется, довольно интересную перспективу такого рода исследований. Спасибо.